Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моём YouTube-канале. Меня зовут Алексей, и это рубрика «Изучаем английский язык». Итак, эта рубрика сегодня будет особенной, потому что я немного встречал тех слов на английском языке, о которых я сейчас вам расскажу. Итак, что же это? Это 10 фраз о распитии спиртного на английском языке. Да, вам не послышалось о распитии спиртного. Я, по сравнению с предыдущим видео, сменил чуть-чуть локацию. Я надеюсь, она вам будет чуть-чуть интересненько, то даже цветочков, наверное, поставил. Шучу, я этого вчера поставили, потому что некуда здесь больше их ставить. Вот. Итак, если вам это видео будет интересным, лайкосите, подписка, комментарии, советы, всё прямо от вас. А мы начинаем. Погнали! И еще раз всем привет, дорогие друзья. И мы начинаем. 10 фраз о распитии спиртного на английском языке. И фраза номер один. It's on me. Я угощаю. Придя куда-нибудь в бар, в английский бар. It's on me. Я угощаю. Вы слышали. Вас угостили. Всё в порядке. Поехали дальше. Don't worry about lunch. It's on me. Фраза номер два. I'd like to make a toast. Я бы хотел сделать тост. I would like to make a toast. Это очень просто запоминается. Как сказали, так и перевели, грубо говоря. I'd like to make a toast. To someone very special. Фраза номер три. Here's to your health. За здоровье. Вы очень, наверное, часто слышите, когда в американском кино показывают русских, и там у них такой «на здоровье», «на здоровье», «на здоровье», все начинают чокаться. Помимо того, чтобы перевести это слово как «чус», ну, как когда ты приезжаешь, давайте чокнемся там «чус», ну, вот ты говоришь, типа. Вместо того, чтобы сказать «чус», можно сказать «here's to your health». Here's to что-то, за что-то. Давайте выпьем за что-то. Here's to за что-то там. Вот. Here's to your health. За твое здоровье. Here's to the new year. За Новый год. Here's to our success. За наш успех. Here's to Kevin. You're a fucking Kevin. Фраза номер четыре. У нас «Another round of drinks, please». Еще по одной кружечке. Another round of drinks, please. Типа «Еще за кружок давай с тобой выпьем, братишка». Я надеюсь, это вам будет полезно и интересно. Я не знаю, как это. Извините. Can we get another round of drinks? Итак, фраза номер пять. Put it on my top. Put it on my top. Если прям слова, наверное, разбираетесь. Добавьте это в мой счет. Добавьте вот этот заказ, либо вот эту выпивку, либо еще что-либо. Вот мой счет. А как сказать то, что он не пьяный? He is drunk. Не просто, что он пьяный, а просто, что он чуть-чуть. Прям вот чуточку ему прям хорошо. Ну вот чуть-чуть он так навеселее. Это фраза номер шесть. He is a bit tipsy. Он является немного... Написали, можно сказать так? Or she is a bit tipsy. Она немного веселенькая. Вот. После, вы знаете, после вот этого нашего... We both got a little tipsy. Вот. Нет, я не призываю распить алкоголь. Ни в коем случае. Это очень плохо. И фраза номер семь, дорогие друзья. He is completely wasted. Он окончательно пьяный. Просто в стиль. Просто в стиль пьяный. Да, как вот этот чувак на этой картинке. He is completely wasted. Well, Jamie ran over the court just in time. And everybody just stood there completely wasted. Фраза номер восемь. Если у кого-либо случалось в этой жизни, поставьте лайк. Чтобы у вас случилось вот горе. Растались вы с девушкой, с парнем. Что-то еще произошло. И вы подумали, что надо, наверное, выпить. Мне станет поляночь. Я не призываю никого пить. Пить алкогольные напитки – это плохо, еще раз повторяю. Это просто рассказывая в английском языке. Как это можно все выразить? Как бы... Итак, вернемся к теме. Как залить свое горе? Залить свое горе. Гениально придумал. She is trying to drown her sorrows. Это... Как вы думаете? Конечно же, это обозначает запить все свои питьки. И вначале всеми возможными горячими методами. И фраза номер 9, дорогие друзья. I'm the designated driver. Я – трезвый водитель. Да, я не пью, я могу выводить кого угодно. I'm the designated driver. I'm the designated driver. И фраза номер 10, дорогие друзья. Заключительная наша фраза в этом видеоролике. Все не пусть смотрели «Мальчишник Вегаси» и знают, что оригинальное его название – hangover. Что в переводе обозначает похмелье. И десятая фраза, конечно. I had a hangover. Or I was hangover. У меня было похмелье. Я надеюсь, эти правды никогда вам не пригодятся в жизни. Но все же... Если вы намерены пойти куда-нибудь повеселиться, я вам желаю отлично провести время. И не забывайте – чрезмерное употребление алкоголя ведет вашему здоровью. Ну и все. С вами был я, Алексей. Лайкосики, комментарии, советики, на какие темы снимать. И всех обнял-приподнял. До следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok